Пока стройка заморожена, споры вокруг нее не утихают. Сегодня в Тукаевском районном суде состоялось очередное заседание по вопросу строительства дома отдыха на так называемом озере Лебедей. Напомню, процесс ведется сентября. Выписанный административный штраф и застройщик обжаловал. За прениями сторон наблюдала наша съемочная группа. У нас и сейчас имеется разрешение на строительство именно на данном участке 1837. Более талонного, с учетом решения арбитражного суда из Казахстана, срок данного действия продлен на три года. Представители компании «Градресурс» сегодня в суде обжаловали два административных штрафа на общую сумму в 400 тысяч рублей, выписанных за установку забора, который ограничил доступ к водоему, и насыпной грунт на берегах. Землю застройщик получил в статусе сельхозназначений. Мы являемся микропредприятием, поэтому штраф в размере 200 тысяч, он для нас очень значительный. И считаем, что в случае, если даже вынесение признания нас виновными, хотя мы оставим на том, что мы как бы невиновны, считаем, что возможно ограничиться предупреждения. Прежде всего рассмотрели факты земляных работ. Во-первых, имея разрешение на строительство, правом на земляные работы застройщик не обладал, утверждала представитель Минэкологии. При этом ограничиться предупреждением в данном случае нельзя, потому что уже нанесен экологический ущерб. Они при снятии плодородного слоя почвы должны были все это разместить в бурты, куда должен был быть перемещен вот этот плодородный слой земли. И как раз осуществлено перекрытие поверхности почв, а в данном случае песком на фотографиях это продемонстрировано, вследствие чего земельный участок сейчас невозможно использовать по его прямому назначению. В данном вопросе суд встал на сторону экологов и оставил в силе административное наказание в размере 200 тысяч рублей. Следом дело рассмотрели по второму нарушению – установке забора и ограничении доступа к водоему. Кроме того, застройщик ссылался на то, что забор стоит для обеспечения безопасности при проведении строительных работ. Однако, по словам представителей Минэкологии, независимо от официального статуса, доступ к водоеме должен быть открыт на расстоянии 20 метров. У компании «Градресурс» есть 10 дней на обжалование решения суда и весьма велика вероятность повторного обращения застройщика в Верховный суд. Если Верховный суд оставит решение суда первой инстанции в силе, тогда уже мы будем работать непосредственно по представлению. Будет необходимо приостановить земляные работы, открыть доступ к водоему и, главное, вернуть землю в первоначальное состояние. А для этого нужно будет вывести насыпной грунт с берегов.